Заседание Президиума Совета Брестского Областного Объединения Профсоюзов, Бюро Обкома Общественной Организации БРСМ и Областной Организации Белорусского Общественного Объединения Ветеранов состоялось на базе Молодежного Патриотического Центра. Участники встречи обсудили трехстороннее сотрудничество в год исторической памяти. Если подойти к вопросу заседания философские, то за столом собрались три организации, совместная работа которых является связью между прошлым, настоящим и будущим. Результат, прежде всего, конечно, это то, что нам вместе, особенно сегодня в условиях, когда уже практически два года пандемия, нам вместе удается добиться того, чтобы дойти как можно ближе к людям, дойти до каждого. И вот мы совместно с профсоюзами, совместно с Объединенным Союзом Молодежи оказываем им всяческую посильную, в том числе и материальную поддержку. На заседании также рассматривался вопрос о том, чтобы в каждом коллективном договоре были пункты, предусматривающие гарантии молодым сотрудникам, а также работникам, вышедшим на пенсию, ветеранам войны и труда, но ождающимся гражданам дополнительной поддержки. Если говорить о нашей деятельности профсоюзов, то, конечно же, одно из основных направлений это социальная защита определенных категорий работников, также пенсионеров, пожилых людей, одиноких, одинокопроживающих. Социальная защита в том числе и молодежи, в частности, молодых специалистов, которые приходят на работу в предприятиях. Поэтому у нас есть на предприятиях коллективные договоры, у нас есть соглашения областные, региональные, городские, районные, где мы прописываем определенные условия и гарантии для вот этих категорий. И рассматриваем их выполнение. Поэтому в этом направлении мы провели определенную работу в 2021 году. Также стороны приняли решение об участии в текущем году трех общественных организаций в мероприятиях, связанных с годом исторической памяти, а также с юбилейными датами дважды Героев социалистического труда, столетия со дня рождения Владимира Ралько и 95-летия Владимира Бедули. Мы всегда сверяем часы, у нас есть целый календарь юбилейных дат, которые мы будем праздновать. Конечно же, уже сейчас мы наметили то, что мы будем праздновать в мае юбилей Бедули, который работал в Каменском районе. Конечно, мы же проведем это памятное мероприятие, поэтому здорово, что у нас есть возможность этот опыт использовать. И, конечно, конкретно с ветеранской организацией и с профсоюзами у нас реализован ряд мероприятий, такие как «След молодых семей» и многие другие. И они касаются не только патриотики, но в год исторической памяти, конечно, мы, наверное, консолидируем наши усилия на этом, чтобы мы воспитывали не только молодежь, но и воспитывали еще взрослых людей. Встреча прошла плодотворная, а главное удалось найти решение практически по всем поставленным на повестке дня вопросам, учитывая то, что ряд вопросов объединил вокруг себя и молодое, и старшее поколение говорит о многом. В частности, тема исторической памяти показала, что военное прошлое в нашей стране чтут, и молодежь делает все, чтобы сохранить лицо наших героических предков, а трехсторонняя группа и впредь будет встречаться для продуктивного диалога на благо нашей страны. Александр Богданович, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания Бук ТВ.